Наталья Сахарова, служитель церкви, администратор. Здравствуйте. День падающих листков сегодня. Утром. Вечером я ложилась, ко мне пришла тема. Утром, когда просыпалась, и сутрин так, когда ты се освобождах, пришло продолжение. Я такая, Господь, надо, да? Знаете, наверное, всегда в жизни, когда что-то новое нужно делать, плоть не очень хочет, да? И винаги така в живота, като не се налага, да правим нещо ново, плоть то отказыва. Думаешь, а может не надо? Если мыслишь, может быть, не треба. И так хорошо, все. Всичко не толково добре. Пастор выйдет, скажет, посижу, послушаю. Пастор, что ты излезе, а что если послушаем? Ну, иногда нужно. Но по-някого треба. Знаете, тема такая пришла, о дерзновении силы. До идеи, помислих си за една тема, дразновидността на силата, да мы стали проводить один такой марафон онлайн. Ни започнахме да правим един онлайн маратон. И был запрос о том, что люди хотели бы изменений каких-то в жизни. И имахме такого запитване. Хората искали да имат някакви променю в живота си. Но говорят, что у них нет энергии и силы. Обаче казват, что нямат энергии и силы. И мы стали вести их в плане, что как найти гармонию. И не започнахме да геводим, и им помогами да намерят хармонию. Гармонию в физическом плане. Хармония физическая, эмоциональная, эмоциональная. Ну и, естественно, в конце будет в духовном плане. И разбирался на крае и в духовен план. Я стала у Господа спрашивать, Бог, что в Библии говорится вообще о силе? Я започнах допитому Господу. Да, что в Библии говорится о силе? Как в Библии в Библии это за сила-то. И, естественно, кто у нас самый сильный? И разбирался, кой на и силен от нас? Не, в Библии самый сильный герой. В Библии это, кой на и силен от нас? Персонаж, да. Ну, пастор, что ты подсказываешь? Пастори, за что подсказываешь? Самсон, да. Он имел невероятную сверхъестественную физическую силу. Той имел невероятную сверхъестественную силу. И я стала перечитывать. Я започнах дочитана новую. Ну, мне интересно, да, стало. Я как бы уже с другого ракурса смотрю на этот вопрос. Стало мне интересно. Я судняка подруга Глебна. Исказка разучила вопросы. Да, я поняла, что Бог дал ему такое призвание. Я сразбрах, че Господь мое дал некакое призвание. Что сверхъестественно на него сходит Дух Святой. И сверхъестественно идва Святия Дух. Дух по Него, Божия Дух. И он поражал там вообще, ну, тысячи людей. И той започва да поразява хиляди хора. Вот, я думаю, так, ну-ка, прочитаю-ка я хорошенько эту историю еще раз про него. Я си помыслил, пак, че прочитаю хубаву историю на целе мою живот. Рекомендую почитать молодым. И се припоручва да замладите. Там очень хорошо показаны ошибки, которые допускают. Там много добре се показыват грешки, те, които допускают. Да, да, мужчины. Вот, знаете, его жизнь это была, это были великие победы. Живот от него беше пылен с великие победи. Ну, из падения из-за того, что он был неравнодушен к женщинам, причем еще филистинка. Филистинка, филистинка, филистинляна. Имал много падения, понеже имал слабости, тваса филистинските жени. Вот, знаете, первую жену он себе взял, филистинку. Пырвата жена, филистинлянку. Пырвата муж жена беше филистинку. По-русски филистинка. Да, по-болгарски филистинка, по-русски филистинлянка. Да, и вот родители ему говорят, ну чего у тебя нет своих, что ли, девушек у нас? И родители ему говорят, ты нямашли си и наши жени, еврейки. Он говорит, ну влюбился я в нее. Ну ладно, говорят, ну хорошо. В общем, семь дней они гуляли свадьбу. Я не буду рассказывать, что там, прочитайте в книге судей. Я вам рассказываю в подробности, можно прочитать его в книге судей. Ну, короче, на седьмой день он понял, что это вообще, ну, жены так не поступают, как поступила жена с ним. И на седьмой день той разбирает, че жените не поступат, так как тут тя и поступило снегу. И уходит от нее. Отец невесты отдает ее другу, который там был на свадьбе. Да, а Самсон в гневе уходит. Потом отошел немножко. Я так поняла, что он очень такой эмоциональный человек, Самсон. Потом, видимо, поразмыслил, вернулся. Явно си помыслил малку, си вырнал. А жена уже все с другим. А пак жена-то вече с друг. Опять разозлился. И то и пак сиедосва. И, в общем, там устроил им. И им показа. Ну, представляете, сильный, да, человек. Представите, си сильным человеком, можно напомнить. Да, там поразил много филистимлян. Поразил много филистинцы. Филистимляне разозлились, естественно. Филистинцы сиедосали, разбирались. И давай его искать. И започнали да го тырсят. Ну, это я напоминаю историю его жизни. Аз просто си припомним история на негове живот. И евреи, израильтяне испугались. И евреи, израильтяне, се исплашили. Потому что говорят, и так, жизни нам нет спокойно от этих филистимлян. Что-то казали, без твая, животът не е спокоен заради филистинцей. Еще этот Самсон, который, еще больше нам проблем дает. Но я хочу напомнить, что знаете, какое призвание было изначально Самсона? Ну, искам, да ви припомня, какое было первоначалное призвание на Самсон? Это поражать филистимлян. Твая бешеда поразява филистинцати. Ну, это прообраз духовный, да? Твая духовен прообраз. Все народы в Ветхом Завете, которые поклонялись другим богам. Всички народи в Старии Заветку и Тусе поклоняли на богове. Это прообраз демонического мира. Твая прообраз на демонические святы. И все, что поклоняется и идолопоклонничествует. Занимается идолопоклонством, да. Другим богам, в общем. И заниматься идолопоклонством, поклоняться на идоли. Да. И приходят к нему, значит, израильтяне и говорят, слушай, Самсон. Идут израильтяне и говорят, что не Самсон. Давай жить спокойно будем. Некой живем спокойно. Давай мы руки тебе свяжем и отдадим тебя филистимлян. Некой вырежем рецепт и отдадим на филистинский. Ну, вот так в жизни иногда бывает, да. У меня какого-то случая, вот такие они живут. Так спокойно жили, да. Нет, вот находится какой-то Самсон, который вот не дает. Я немножко почему рассказываю о его жизни, потому что, смотрите, это человек Божий, да, который, у которому Бог дал свое призвание. За что вы рассказывали за неговый живот? За что-то твой Божий человек, который имел свое призвание. Он в своей жизни имел большие победы. И в свой живот имел много големой победы. У него были ошибки. Допустнил много грешки. Из-за того, что очень любил женщин филистимлян. Он терпел недовольство своего народа, которому, в общем-то, 20 лет он служил в качестве судьи. Притерпел недовольство на свой народ, когда он 20 лет служил как служа. Судья. А, судья. Одиночество. Самота. Но при этом поддержка самого Бога. Но, вопреки твоему, подкрепит он на саме Бог. И итог его жизни. И извода на неговый живот. Со всеми его ошибками, там победами. Со всички тенеговые грешки и победы. Жертвуя своею жизнью. Жертвуя ки со свой живот. Он остается верным Богу. Той устал верен на Бог. И завершает свое предназначение. И завершил свое предназначение. Но, подчеркну еще раз, жертвуя своей жизнью. Но, так же, почитай, жертвуя ки свой живот. Я хотела бы зачитать несколько мест из Писания. Я сбехискала до прочитания, как у меня стало Писание эту. Это книга Судей, 15 глава. Книга Судей, 15 глава. С 12 по 14 стихи. От 12 до 14 стих. Это как раз то место, когда он поразил филистимлян, и израильтяне пришли к нему и сказали, слушай, ну давай жить спокойно. Ну, примерно так. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. Ну, это его народ. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него дух господен, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. И дальше продолжение идет, что он взял челюсть осла. Помните, да? И на такие два продолжения читает, что он взял оселого челюсть. И поразил тысячу. И поразил хиляди. Ну, это известное место. Твое многоизвестное место. Что привлекло мое внимание. И каково мне привлечь внимание тут. Смотрите, здесь написано. Тут пиши. В 14 стихе. В 14 стихе. Когда он подошел к лехе, да, и сошел на него дух господен. А господния дух дойде с сила на него. И веревки, бывшие на руках его, и вежета, такуято бяха на мишците ему, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Станаха като лен, прегорен с огон, и врзките ему, като челеси растопиха от рецет ему. А если бы дух Божий не сошел? А пока к господния дух не беше слязал вверху него, что случилось бы? Какво бисе случило? Погиб. Той би загинул. Вот это надо ему вообще, Самсону? Конечно, требу ли ему на Самсон. Ну, жил бы себе спокойно. Да себе ж живял спокойно. Я задумалась. Я с изомислих. Ну, ребят, ну, вот серьезно, да? Хоро, серьезно. Ну, получается, что сила его приходила только в тот момент, когда сходил на него дух Божий. Правильно? Ну, правильно же, да? Я правильно рассуждаю? То есть он не постоянно был сильный. Правильно ли рассуждаем? То я не в виноге был сильный. Ну, а если вот в какой-то ситуации не сойдет дух Божий? А пока в никакой ситуации не сойдет вверху него Господний дух? Это вот как прославители, да? Там два составляющих момента. Это музыкальность. Да? Да. Нам имаме два основных компонента. Твоя музыка, музыкальность. И помазание Духа Святого. И помазание от Святия Духа. Ну, нужно и музыкально готовиться, да? Чтобы совсем уж не провалиться. Но если не сойдет Дух Святой, то особо ничего не получится, да, с прославлением? Ну, я просто была в прославлении. Я знаю, что иногда за 10 минут до начала полная какафония. Просто сам была прославителем и знала, че 10 минут преди начала започва някаква полная какафония. Ну, сейчас я не знаю, сейчас, может, когда меня нет там лучше. Сега, может быть, когато меня, мои по-добреи. Ну, и реально упование только на то, что Дух Святой просто сойдет, и сейчас все приведет в свой порядок. И наистина единственное упование, че сега ще слезе Божий Дух и ще дока рассвоерить. И Бог милостиво приходил к нам, да? И Бог наистина много милостиво идвал при нас. Дух Святой сходил, приходило помазание. Святие Духа я слезал, и ваше помазание. И слава Богу. И слава на Богу. И никто не знал, что было за 10 минут до этого. И никто не знал, как после случивших 10 минут при Литве. Да. Еще одно место. И ваше одно место. Это же глава. Слушайте, это глава. 19 стих. 19 стих. Это что произошло после того, как Самсон поразил тысячу филистимлен. Он очень устал. И он сказал Богу. И то оказал на Бога. Я сейчас, я такую победу одержал, но я сейчас просто умру от жажды. А самам толкова гулял у победы, обаче сам толкова не сапи. И с 19 стиха. И разверз Бог Ямину в Лехе. И 19 стих. И потекла из нее вода. Ну, Лехе, это место в скале. Лехе, твое место в скале. Он напился, и возвратился дух его. И он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня. Вот интересно, да, где он восполнял силы. То есть после каждой очередной победы, то есть след всякой едной победы, нам нужно восстановление, да. И восстановление, когда через этот источник, через Бога нашего. Ну, интересно, что источник взывающего. Интересно, че источник на този, който вика к Бога. То есть Самсон понимал, что он без Бога не может. Он взывал к нему. Самсон и знал, че няма как да искар без Бога, и то я восклицал к нему. Какие бы мы не были хорошими и сильными победителями в Боге, мы нуждаемся в его подкрепи, подкреплении. Имаме нужда от неговата подкрепа. Аминь. И последнее место я прочитаю, это 16 глава, 28 по 30 стих. Это то место, когда говорит о кончине Самсона на этой земле. И о том, что он исполнил свое предназначение. Наталья Зимя Ичи исполнил свое предназначение. Была такая Далила. И Малуи. Далила? Да. Дулила? Да. Которая выведала, тоже филистимляне ее отправили к нему, к Самсону. И спрятались при Самсону филистимцы. Чтобы выведала на его силу. Разберяйте силу этому месту. Да, поэтому, братья, ну вот, почитайте хорошо это место. Братья, прочтите добрые тези места. Вот все, женщины. Из-за слабости Самсона. Из-за слабости Тина Самсон. В общем, выдал он ей свою силу. То и показывал на ней силу Таси. И когда он уснул. И куда-то заспал. У нее на коленях. Верху куленетии. Она взяла и обрезала его косы. Чему отрезала кусит их. То есть, сила Самсона была в том, что он был на заре от юности своей. То есть, сила-то на Самсона била в твачи, то бил на заре от свой-то младени. И да, и никогда бритва не касалась его волос. И никуда нести брызнула кусата. И взял и раскололся. И то есть, и рассказывал. Естественно, прибежали филистимляне, схватили его. И садушились филистимцы, вырзали его. Раз, сил нет. Они выкололи ему глаза. Ну, знаете, да, это печальное событие. Посадили его в темницу, издевались. Над ним радовались. И привели на пиршество. Делали одно огромное пиршество. Где праздновали победу над Самсоном. Они говорили, что наш Бог сильнее. И давайте прочитаем этот двадцать восьмого стиха. И воззвал Самсон Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом. Упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели умертвил он в жизни своей. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, какие бы мы ошибки ни делали, Как виду грешки и допусками, Когда в нашем сердце, Кугату в нашем сердце, Живет Бог. Живей Бог. И когда мы знаем, для чего мы живем и для кого мы живем. И кугату не знаем, за кого живем и за какого живем. Бог может использовать все во благо себе. Бог может использовать все за свое добро. Знаете, когда мне пришло название, слово это Дерзновение силы. Когато ми дойде наименованието на темата, Дерзновеността на силата. Ну, слово Дерзновение. Вот в Ветхом Завете Дерзновение, Очень редко применяется это понятие Дерзновение. В Стария Завет думата Дерзновенност много рядко се используя. Помните, приводилось место, Когда Давид перевозил ковчег И ковчег наклонился, И Оза боялся, что ковчег упадет, И старался поддержать ковчег. И вспомните ли си Мясото, когда Давид приносил ковчега, И ковчега легко се наклонил, И Оза се стреснал, Че ще падне ковчега сега. И написано, что за Дерзновение Его, Озии, Бог Его поразил. Представляете? И там пишут, что за Дерзновенността на Озии, Господь Его поразил. Но в Новом Завете Это слово Дерзновение Используется очень много. Тази Дума Дерзновенността Использовала много частей. К евреям апостол Павел пишет, Что с Дерзновением Входите во Святое Святых. Путь нам открыт. Кам евреите, Павел пишет, С Дерзновенностт влизайте. Иисус Христос нам открывает Доступ к Богу. Иисус Христос Отварит доступ к Богу. Мы с Дерзновением Приходим к Богу. Не с Дерзновением Идвами при Бога. Мы с Дерзновением Придем на суд. Не с Дерзновением Идем на суд. Представляете, Что через Иисуса Христа Мы получаем? Представите ли, Какво получаем Иисус Христос? Если Самсон Получал такую огромную силу, Что Самсон И получал толкового Гулям от силы? То какое Дерзновение Имеем мы? Какво Дерзновение Има минии? Знаете, Есть место из Писания. Пастор сегодня сказал о нем, Что когда мы приходим, Ну, есть написано, да, В Деянии, Что когда вы приходите На суд или куда-то, Или где мы начинаем Свидетельствовать Об Иисусе Христе. Знаете ли, Моё място в Писании Тучи куга тунии Утилами на суд Или на някку куку място. Где начинаем свидетельствовать Об Иисусе. Придем за почвами Да свидетельствами За Иисус Христос. Написано, Не думайте, Что вы будете говорить, Потому что Дух Святой Наполнит уста ваши И польется. И там пишет, Не мыслите, Что-то в Госпожде Говори через вас И устатываешься пулей. Ну, это похоже, да, Как на Самсона. Он вышел, да, Там со связанными руками. Все приличесые истории Это за Самсон Налитой Самсон Сложил рецепт. Да. Бог, Божий Дух сошел И раз, И сила пришла. Божий Дух и два, И ему и два сила. У меня очень часто такое Бывало в жизни, Ну, я не знаю, Тут, наверное, Все святые сидят. На мере? Да. На мере, Много честа в животом Не се случва. Только сигурно Само святые хора Не думают. Да. Ну, Бог говорит, Святой Дух говорит, За свидетельство Этому человеку. Но Бог ми казва, Святия Дух ми казва, Свидетельство на този человек. Я думаю, Ну да, Сейчас язык как вот Закостенеет, И че я ему скажу? Я си мисля, Сега языкът миштя се В дырви, И я с какво ще му кажу. Или работаю с клиента, Бог говорит, Помоли за него. Или когато работаю с клиентом, Бог ми казва, Помоли за него. И у меня такое, Ну, щас вот, Че подумает он. Не а си мисля, Какво ще помоли за мене. Да. Ну, я не знаю, У вас бывает такое, нет? Не знаю, На вас случва ли вися? На меня бывает. На меня мисля случва. Знаете, Приходит, Приходит страх. Идет страх. Вдруг не получится. Какво акуни мисля получи? Вот я утром, Все утро я переживала. И целое сутро нас все притесняло. Я думаю, Чего я переживаю? Я с мислями за что все притесняла? Ну, не страшно, Все же свои. Не страшно, Не мое само свое хоро. Вот у вас бывает, Вам нужно выступать, А вам страшно. Да? Случва ли вися, Четра ли, Да, Излези на сцена, И вися страшно. Вот чего вы боитесь? Скажите, Вот как вас и страховате. Ну, говорите, ладно. Сказывайте. Да, сказать что-то не то. Да кажем нещо грешно. Вдруг забуду. Да забравя нещо. Я боюсь, Вдруг он не откроется, Когда нужно. Мен ме е страх, Че няма да се отвори, Когато ми трябва. Потом еще кто-нибудь скажет, Вдруг скажут, О, юбка короткая. Или някой ще каже, Полата ми е много къса. Вшекален. По-високо от кольнете. В общем, Мисли всякие приходят, да? Всякакви мисли не идват. Или у меня только. Или само на мен. Страшно кому-нибудь? Бывает? Бывает, да? Или какой-нибудь Бог говорит, Давай новое дело, начинай. А там аж холодок по спине пошел. Бывает? Не бывает. Что я начинаю делать? Я знаю, Что отступать назад нельзя. Нужно молиться. Я говорю Богу о всех своих страхах. Я говорю Господь. Я понимаю, Что всегда будет кто-то, Кто будет говорить что-то плохое. Но мне не нужно на это ориентироваться. Всегда человек не е совершен, И техника тоже может что-то не открыться. Никогда человек не е совершен, Както и техника, Не что может да не се утвори. Но, пожалуйста, Если ты мне даешь это побуждение, Это слово. Но, ты моля, Что мне даваш това слово? Дай мне возможность его сказать. Дай мне също така возможность да го и скажи. Если ты мне даешь какое-то побуждение, К чему-то новому переходить. И ако мне даваш побуждение, Да мне навам к мне нечто новое. То дай мне силой, Уверенность и подкрепи. Туга вам не дай силой, Сигурностью и подкрепи. Аминь. Аминь. Вы тоже так говорите, да? Висы, что ли, Кажется така. Да? Ну, слава Богу. Я думаю, Думаю, что я такая одна. Знаете, у меня было такое. Есть такое опасное, Знаете, сейчас учение ходит. Сига има такого опасного учения. Опасное, потому что, в принципе, Там есть здравый смысл. Опасного за что-то. Слышно, ставь внимание какого-то. Ну, такая грань там очень тонкая. Убачи границ, Таймогу, тынка. Живи для себя. Живи за себя. Мы призваны наслаждаться жизнью. Не из-за призвания, Ты себя наслаждала на живот. Я согласна, что наслаждаться реально, Что мы не должны находиться в загоне. Я сам согласна, Чи не тряп в загоне. Загонять себя. Чи не тряп в дуся наслаждала на живот. Чи не тряп в дуся намерами в некий страх. Но самое главное, Что мы призваны жить. Ну, это наиважно. То есть, мы призваны доживеем. Для исполнения. Наши призвания в Господь. На наше призвание в Бог. В этой жизни. В той же вот. Знаете, очень часто мне приходили такие мысли. Вообще, вот тебе это надо. Люди живут как люди. Ходят на пляж. Знаете ли, по-моему, В воскресенье, вместо того, Чтобы идти на море, Вы идете в церковь. Ну, приходили такие мысли. Ну, к Вам вряд ли. Ну, ко мне приходят. Знаете, что такое? Я размышляла. Я думаю, что движущая сила для того, Чтобы мы смиряли свою плоть где-то. Я си мыслих над Тувайси. И мыслих, какая движущая сила, За да си смирял ми плоттоси. Чтобы нам, знаете, Как Самсону доверяться Богу. Да можем как-то и Самсон, За да си доверял ми на Бога. Я поняла, что лично для меня, Я сразбрахчу лично за мен, Это то удовлетворение, Которое приходит ко мне После того, как я исполняю волю Божию. Понимаете, да, о чем я? Может быть трудности. Могут люди говорить, Что Вы ненормальные. Ну, в принципе, так и нормально. В Библии написано, что Это нормально, что про нас тогда говорят. Но самое главное, Это то внутреннее удовлетворение, Которое не может дать ничто на этой земле. Но самое важное, что выдержит удовлетворение, Кое-то не можем да получим Вот ничто на этой земле. Ни деньги. Ни то парити. Ни наслаждение на пляже. Ни то наслаждение на пляже. Ни даже вот дайвинг. Ни то даже дайвинг. Ни полет в космос. Ни то полет в космос. Это то удовлетворение, Когда дает Бог в наше сердце. Когда мы входим в его призвание. И утром я знала, знаете, Мне было страшно. Я думаю, ну сколько может этот страх Подходить уже ко мне. Но я знаю, что я получу После того, как я отдам это слово. Я получу удовлетворение от Бога. И, дорогие мои, я вас вдохновляю. Найдите свое призвание. Если кто еще не нашел. Бог не может не ответить. И Бог не может да не отговорить. Это может быть не сегодня И не завтра ответ. Отговор может да не дойдет днес или утро. Но он придет, Если вы действительно этого хотите. И я хочу в конце призвать, Что давайте будем, Как написано в писании, Не только слушателями забывчивыми. Но также исполнителями слова. Не пришли, послушали, забыли, вышли, да? Не само да идвате, да слушате и да забравите. Я хочу, для этого давайте просто проанализируем. Давайте проанализируем прошлую неделю нашу. Вот с понедельника до субботы. Где я был с Господом молодец, да? Где я преодолел страх и сопротивление. Где я приобрел новый опыт. В исполнении его воли. Это может быть свидетельство, да? Может быть, кого-то я в церковь позвал. Может быть, я предложил кому-то помолиться. Может быть, это новый проект какой-то на работе. Потому что и работа, это тоже в работе Бог с нами. Вот проанализируйте немножко. Где я был молодец? С Господом. С Господом, естественно. Есть за что поблагодарить его? Им или за какого-то поблагодарим? Аминь. Слава Богу. Слава на Бога. Аллилуйя. А сейчас давай подумаем про будущую неделю. Подумайте, что я смогу сделать. Чтобы его сила могла протекать через меня. Давайте сейчас прославители начнут играть. Прямо закройте глаза. Затворите все, учите. И подумайте, Господи. Если вы мыслите Божией. Как ты можешь меня использовать. Как может, да мы используешь. На следующей неделе. Следующая-то седмица. Я не хочу прожить ее просто так, впустую. А с низком да я и живее на праздну. Я хочу, как сам сон. Испом да был к этому сам сон. Исполняться Духом Божиим. Исполняться Духом Божиим. Исполняться с Божиим. Исполняться с Божиим. И являть Твою силу. И да явя вам Твоя сила. Быть Твоим. Да буду Твой. Слуга. Слуга. Научи меня Божи. Научи мне Божи. Дай мне быть не просто слушателем. Ими помогни, да не буду самослушателем. Но быть и исполнителем Слова Твоего. Но да буду и Този, Кой Ты исполняла Твое. Дай мне войти в Твое призвание. И никогда влязла в Твое призвание. Пожалуйста, пусть вот сейчас это будет как такой завет между нами с Тобой. Покажи мне, как я смогу послужить Тебе на следующей неделе. Дай мне человека. Дай мне некакв человек. И дай мне внутреннее ощущение Твое. Что Ты можешь через меня послужить этому человеку. Может быть, я позову его в гости и накормлю его. Может быть, я ему скажу какие-то слова ободряющие. Может быть, я помолюсь за кого-то. Может быть, я засвидетельствую кому-то о Твоей славе. И я прошу Тебя. Дай мне находить источники в Тебе. Дай мне подкрепляться в Тебе. Пусть Твоя сила приходит ко мне. Аллилуйя. Давайте встанем. И прославим нашего Господа. И прославим нашего Господа. Каждый день ищу Тебя, Чтоб Ты был силой моей. Я надеюсь на Тебя своей любовью. Меня согрей каждый день. Каждый день ищу Тебя, Чтоб Ты был силой жизни моей. Я надеюсь на Тебя своей любовью. Будь силой моей. 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 Моей, я надеюсь, лишь для тебя своей любовью Меня согрей, будь силой, будь силой моей Училой моей, будь силой моей Господь Училой моей, будь силой моей Училой моей, Господь На, 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 на О, Иисус, будь силой моей, Господь, будь силой моей, Господь, мы благодарим Тебя за силу, которую Ты нам даешь. Слово Божие говорит, что Бог дает нам силу приобретать богатство. Аминь. И мы сейчас помолимся за приношение и пожертвование из нашей десятины.